Всем привет, друзья, с вами Варчик. Это рубрика, в которой я разбираю ваши ошибки по вашим же реплеям, которые вы можете заливать на вот реплейс, а мне скидывать свой ник. Ник можете писать и в группе ВКонтакте, есть тема специальная, да и просто под видео в комментариях можете писать свой ник. Я зайду, посмотрю ваши реплеи, и если мне будет что рассказать, я сделаю видосик. Так вот, человек скинул свой ник, я зашел посмотреть его реплеи, он говорил, что у него там почему-то много поражений, там невозможно на твинке побеждать, типа, все реплеи называются, что в картошке невозможно там победить, там много поражений у него подряд и так далее. Я такой думаю, ну неужели человек старается в боях, там потеет, всю катку тащит, а у него почему-то поражение. Думаю, что-то здесь не так. И что же не так? 90 с чем-то боев он уже сыграл, процент побед 34, ВН8 600 с чем-то. Ну, вероятно, что-то не так в том, что этот игрок ничего не делает в бою. И сейчас задача этого игрока внимательно выслушать это видео и понять, что вся беда не в картошке. Не картошка тебе поражение делает. Вся беда в том, что твоя эффективность в бою чуть больше, чем 0. Потому что, ну, если бы ты стоял АФК, то да, была бы 0. Но ты вот ездишь на автоприцеле, через всю карту стреляешь. Это плохая стрельба. Ты не выцеливаешь, не сводишься до конца. Ты, в принципе, даже не смотрел сейчас, куда ты стрелял. Это раз. Второе. Ты молодец в том, что ты пытался скопировать те места, куда еду я. Или, возможно, ты смотрел кого-то другого еще. В общем, в некоторые места, куда еду я, ты приезжаешь. Все. На этом твои тактики в бою завершаются, и карты ты совершенно не видишь. Ты не видишь вообще карту. Она у тебя не существует, такое ощущение. Потому что информации от карты у тебя нет никакой. Судя по тому, как ты играешь. Плюс стрельба у тебя нулевая. Объясню, почему твоя стрельба нулевая. Ты очень плохо входишь в прицел. Ты не выцеливаешь уязвимые зоны у врагов почти никогда. Такое ощущение, что иногда тебе вообще в принципе лень целиться, и ты стреляешь куда попало. Причем это очевидно, и непонятно, почему ты это делаешь. Плюс еще, ты как-то очень плохо вводишь прицелом по экрану. Сейчас очень важный момент. Вот танк мелькнул без куста на расстоянии 250 метров. По карте, по клеточкам можно посчитать. Вот одна клеточка 100 метров. Две клеточки это 200 метров. И еще пол клеточки, ну тут чуть больше. Еще 50 метров. 250 метров. У тебя нулевой экипаж, в котором 100% нет маскировки, ни хрена нет. Ни лампочки, ничего. Если маскировка качается, то она до конца не докачана. Ты стоишь, мимо тебя танк 250 метров проезжает. Какие твои действия? Никаких. Ты по-любому светишься. Хоть у тебя и нет лампочки, до этого можно догадаться. Это очевидно. Ты светишься и немножко выехал дальше от дома, чем надо было. Стоишь опять на автоприцеле и через всю карту лупишь. Каким-то чудесным образом ты еще куда-то там пробиваешь. Хоть ты даже не досводишься вообще никогда и никуда. То есть по факту, может ты и как бы злишься на картошку, что у тебя мало побед. Но в такой вот твоей безалаберной стрельбе картошка тебе еще и помогает. Ты должен еще и благодарить картошку за то, что у тебя хотя бы такой результат, который у тебя есть. Поскольку ты для результата делаешь ничего вообще. Хотя нет, что-то ты делаешь. Ты запомнил куда ехать. Вначале ты до нужного места доезжаешь. Причем ты доезжаешь до нужного места, невзирая на то, что происходит по тактике в бою. У тебя на зелени всего лишь один союзник за Диарта и КВ-2. Все. Этого крайне мало, потому что враги, если их посчитать, еще много кто не светился. Вот смотри. Всего живых врагов 14. Из них 2 арты. Их отнимаем. Остается 12. На зелени у нас 3 танка плюс еще один. Это 4. 4 танка. И в городе у нас 5 танков. Итого 9. 14 минус 9. 5. 5 танков еще не светились. В любой момент может приехать сюда еще 5 танков. И вы здесь вдвоем сдохнете. Даже если КВ-2 в кого-то стрельнет, это будет минус 1. И то, если он попадет. Останется 4 врага. Против вас двоих плюс еще здесь 3. Вас могут здесь съесть, поехать дальше, заехать в корму в городе. И все, бой закончен. Нужно было немножко подальше занять позицию от маленького города, для того, чтобы враги если сюда приехали, чтобы они не сразу в вас врезались, а вы их сдалека с кустов подсвечивали. Поскольку здесь вы не выживете, тем более П-43 бис занял очень сильную позицию против вашей зелени. Отсюда можно от башни просто бесплатно это убивать. Плюс пацан поджался под дом, вы всегда в свету. Шанс выжить на зелени в такой ситуации нулевой. Плюс еще дальше ты сейчас совершишь ошибку. Не светилось огромное количество танков. Ты находясь в свету, поскольку ты рентгенишься от П-43 бис, который впритык стоит. Ты стоишь рентгенишься от него, ты всегда в свету, ты всегда светишься, поскольку он всегда тебя рентгенит. На 50 метров каждый танк вокруг себя всегда светит, если туда кто-то заезжает. Ты в свету умудряешься выехать в этот проезд и подставиться под всю зелень. Всю зелень, на которой еще около 5 танков может находиться, они тебя могут убить буквально за секунду. Мало того, что П-43 бис сам по себе танк довольно-таки такой плотненький. Плюс еще куча танков не светилась. Ты уже находишься в плохой ситуации и ты еще в худшую ситуацию въезжаешь, потому что, как я уже говорил, ты не обращаешь внимания на карту вообще. Смотрим дальше, что ты будешь делать. Заряжается барабан. Вот барабан зарядился, арта кинула оглушение. Ты думаешь, что делать и выезжаешь на П-43 бис в место, где ты 100% умрешь. По тебе стреляет СУ-100 с зелени. Тебе опять повезло и картошка тебе, можно считать, что дала тебе еще время одуматься, что ты заехал не туда. Ты уже должен быть мертвый. Картошка тебе помогла, что тебя еще СУ-100 не пробил, он попал тебе в гуслю. Плюс еще на карте здесь ЛТ-шка тебе в жопу сейчас будет стрелять. Плюс еще твоя стрельба. Вот сейчас это вообще, ты стрельнул безалаберно, незачем было даже стрелять. Ты никуда не навелся, ты даже в прицел тебе тяжело войти. Я не знаю, по какой причине тебе тяжело войти в прицел. Ты должен работать над своими ошибками. Вот ты стреляешь опять туда же в борт. И слава богу, на третий и четвертый выстрел ты уже собрался с мыслями и все-таки попал куда надо. И только сейчас ты умираешь от того же СУ-100, который все-таки попал по тебе. Плюс еще повезло, что убили ЛТ-шку здесь, которая тебе тоже в бочину накидывала. И что мы имеем с первого же реплея? Нулевая реакция на происходящее событие на карте. Очень плохая стрельба. Ты не умеешь выцеливать, ты не умеешь брать на упреждение. Ты стреляешь вообще безалаберно, специально, прям специально плохо. Ты нулевые усилия прикладываешь. Плюс я еще вижу, как ты двигаешь прицелом по экрану. У тебя 100% плохо настроена мышка, и это типичная проблема танкистов. У тебя какие-то проблемы с прицеливанием, с вхождением в прицел. У тебя проблемы с наблюдением за картой и за происходящим на карте. Нулевая тактика после того, как ты доезжаешь до нужного места. Причем нужное место у тебя просто выбрана точка, куда обычно едут норм чуваки. Но они же не всегда туда едут. А едут туда, когда на этом фланге есть союзники, есть с кем взаимодействовать. Ты приехал на фланг, где просто ничего нет. И сам с собой заезжаешь еще в более плохое место. Идем дальше. Переходим к следующему бою. И что у нас в этом бою? У нас танчик 4 уровня, немецкий. И в него небольшое пробитие 67 на 4 уровне, а голдой 130. Этот бой не особо интересный. Его в принципе смотреть особо нет смысла. Но я его специально оставил для того, чтобы поговорить вот о какой теме. Вот в каждом твоем бою у тебя голдовая ремка, голдовая аптечка, голдовый допаек. Ну допаек он всегда такой, неважно. Короче, у тебя дорогие расходники на всратеньком маленьком танчике. И смысла в них нету практически никакого. Потому что твой танк умирает за пару тычек. Ты почти никогда не воспользуешься этими дорогими большими расходниками. В то время, как голда, которая имеет пробитие 130, она бы тебе очень пригодилась в этом бою. И если бы ты поставил маленький огнетушитель, маленькую ремку, маленькую аптечку, и вместо них зарядил бы, я не знаю, штук 20 голдовых пулек, то с пробитием 130 ты бы уже мог пробивать какие-нибудь тяжи 5 уровня, или лишний раз пробить какую-нибудь более-менее бронированную стэшку 5 уровня. В то время, как с пробитием 67 ты не имеешь возможности почти никуда пробивать, допустим, КВ-222. Ты его в принципе никуда не пробьешь. Но тем не менее, в каждом твоем реплее я вижу голдовые расходники на танках. Причем все эти танки низкого уровня. Они не имеют никакого смысла, эти расходники, на таком низком левеле. У тебя настолько мало хп, что ты почти никогда не воспользуешься этими расходниками. Я, когда играю вот на своем аккаунте, который я создал пустой, без всяких донатов и всего остального, я не ставлю туда эти расходники, хоть и серебра у меня там навалом, потому что они мне ничего почти не дадут. Я ими почти никогда не воспользуюсь. Но вот уже с 6, с 7, 8 уровня, 6 может еще так, на пол рубля, но с 7, 8 уровня уже есть смысл что-нибудь такое подрубить, типа доп. пайка, но ремки, аптечки такое. Поскольку, ну когда ты ими воспользуешься? Ну еще зависит от того, что это за танк. И сколько у вас серебра. Если его прям навалом, можно там с 6 левела подрубить. Если нет, то даже на 7 левеле такие расходники ставят. Зачем? Тем более на 4 уровне, да даже на 5 уровне. Что с этими расходниками делать? А по этому бою мне нечего вообще по тактике говорить. Какие тут ошибки были? Ошибка простая, ты вообще не участвовал в бою. Ты весь бой, и по твоим остальным боям тоже заметно, что ты никуда не упаруешься особо. Да, особо ты никуда не упаруешься, хоть в прошлом бою ты и вылез. Но ты так просто приезжаешь, полупозицию так и занимаешь. Если она у тебя есть какая-то такая заготовленная, то ты там приезжаешь и просто там тусуешься. Как бы побыл там, что получилось сделал, сам враг на тебя выехал, ты пострелял, не выехал, ну и не выехал. То есть какой-то инициативы от тебя личной никакой в принципе нет. Вот в принципе вот такой вот. В этом бою, что тут смотреть? Если тут увеличить, то ты так и не поехал никуда помогать. Увидел на зелени КВ-220, ты его никуда не пробьешь, и начал откатываться назад. Ну в принципе хорошо. Раз начал откатываться назад, и у вас на другом фланге есть преимущество, так поедь сразу туда и помоги тому, парись, посвети. И да, ты в принципе так и подумал. Но подумал об этом крайне поздно. Вот смотри. У тебя практически никакой, никакого шанса нету пробивать КВ-220. На кой хрен ты в него стреляешь? Еще и стреляешь, как я уже говорил, плохо. Почему? Потому что твоя ошибка в стрельбе следующая. Когда ты видишь танк, ты берешь якобы иногда небольшое упреждение перед ним, перед ним берешь упреждение, но выстрел ты делаешь, когда танк въезжает тебе в прицел. Когда танк въезжает тебе в прицел, снаряд уже должен долететь до него. Ты понимаешь, что снаряд летит какое-то время. Теперь, когда все твои союзники на этом фланге сдохли и преимущества на этом фланге нет, ты только сейчас начинаешь ехать вперед. Все очень не вовремя и неправильно. И насчет стрельбы, неправильно берешь упреждение и стреляешь. Стрелять нужно до того, как враг въедет в прицел, чтобы когда он уже въехал тебе в прицел, снаряд уже долетел до него. Плюс еще, я так понял и по остальным реплеям, что ты абсолютно не знаешь уязвимых зон танков. Не понимаешь, сколько у них там толщина. И вообще не работаешь с прицелом в плане того, что ты во время боя не обучаешься в плане того, что если танк куда-то не пробился, то туда же стрелять смысла нет. Надо что-то другое придумать. Это мы увидим в другом бою. Вот сейчас танк, когда в первом моменте проезжал налево, ты на автоприцеле стреляешь в него. Ты понимаешь, что на автоприцеле ты будешь стрелять в то место, где танк находится сейчас. Но пока снаряд долетит до него, вражеский танк уже будет не в прицеле, а выйдет из него. И снаряд пролетит мимо 100%. То есть твоя стрельба заведомо вообще не имеет смысла. Ну и потом сейчас ты упоришься и... Точнее не упоришься, а просто здесь постоишь, подождешь, пока вражеский танк просто выйдет и тебя убьет. Хотя изначально понятно, что он более сильный и тебя завалит. Все. В принципе, тут смотреть нечего. Опять смотрим следующий бой. Видим голдовые расходники, видим танчик Type 64, видимо тебе его в аренду, наверное, дали. Точно так же, как и мне, когда я создал аккаунт. И шестой слотик у нас пустой, видимо серебра на доп. паёк не хватило. Как я и говорил, нет смысла выставлять эти дорогущие расходники, только серебро лишнее тратишь. В таких боях на низких лвлах нужно тащить чисто руками. Вот эти вот малюсенькие, точнее большие, дорогие расходники, они тебе не помогут. Они что есть, что нету, ты ими даже не воспользуешься в бою. Они тебе ничего не дадут. Единственное, доп. паёк что-то даст, ну да. И сейчас будет видно очень четко, очень четко видно было сейчас твою стрельбу. Это хорошо, что сейчас танк вражеский был очень близко. Видишь, снаряд сейчас попал по врагу, но он уже выезжает из прицела. Тебе очень крупно повезло, что снаряд не полетел в правую часть прицела. Вот смотри. Вот прицел, допустим, я им сейчас буду вести. Вот едет вражеский танк. Он едет справа налево. Тебе нужно выбрать точку впереди, самую дальнюю. Если у тебя есть возможность стрельнуть только один раз, и у тебя есть время свистеть, тебя никто не напрягает в этот момент, ты берешь самую дальнюю точку, в которой будет виден вражеский танк. И тебе нужно дождаться того времени, когда враг, едущий за укрытие за дом, доедет до той точки, когда при нажатии выстрела твой снаряд долетит до врага за то время, пока он из этой точки доедет до прицела. Понимаешь? То есть, в итоге тебе нужно стрелять не в танк, а перед танком ты нажимаешь выстрел, и танк сам заезжает в прицел. Чем дальше вражеский танк находится, допустим, он аж здесь где-нибудь едет, тем дальше перед танком тебе нужно брать упреждение. Чем медленнее у тебя летит снаряд, вот у тебя скорость полета снаряда 792. 792 это не очень быстро, это медленновато, но не критично. У подкалибера скорость 990, это более-менее хорошо. Отлично это когда больше 1000. 1300-1500 это вообще кайф. Стреляешь просто в глаза прям, упреждения минимально берешь, офигенно. Но когда снаряд летит там 990-800, это не очень, и упреждения нужно брать перед танком. Чем дальше враг едет, и чем быстрее он едет, тем нужно больше брать упреждения, и заранее стрелять до того, как враг доедет до прицела. Чем медленнее летит снаряд, тем тоже еще больше упреждения нужно брать. Таким образом, на таком расстоянии в 180 метров нужно стрелять, тебе было ну примерно в тот момент, когда враг подъезжает к прицелу, ты нажимаешь выстрел, и ты примерно в серединку и попадешь. ты нажал выстрел прямо в середине танка, и снаряд еле-еле цепанул его по жопе. То есть если бы ты стрельнул где-то перед танком, прямо в начале, то ты четко в середину и попал. А если снаряд летит в середину, то у него больше шансов попасть вообще в принципе в танк. Поскольку снаряд у нас летит не четко в точку, он летит вообще во всю плоскость прицела. Таким образом, если снаряд полетит чуть-чуть ниже, выше или куда-то еще, то шансов попасть в танк будет больше. А так, тебе крупно повезло, что ты сейчас нанес урон. И очередной раз, тебе картошечка сейчас помогла, а то бы ты даже этот урон не нанес. На самом деле. А то вы, многие танкисты, любите картошечку ругать за то, что она вам дает кучу поражений. Но на самом деле, все картошкиные механики направлены на то, чтобы такие слабые игроки, как данный игрок, наносили хотя бы какой-то результат в бою. Если бы не эти механики картофельные, с рандомным прицелом и так далее, то даже таких результатов, я боюсь, было бы не достичь. Как 40, сколько там, даже не 40, 34% побед и 600 ВН-8. Я думаю, даже такого бы результата не было, если бы картошка имела бы не такой большой разброс по ВБРу, по пробитию, по Альфея, куда снаряд летит тоже, и по прицелу. Я, конечно, извиняюсь, если я кого-то оскорбил. Все слабые игроки, сори. Но я все называю своими именами. Если вы слабый игрок, вы слабый игрок. Если я сильный игрок, я сильный игрок. И кого как не меня вам слушать. Я вам даю дельные советы, все буквально разжевываю, показываю, рассказываю. Берите, повторяйте, вы будете играть хорошо. Все равно вы в этой игре проводите много времени. Так почему бы просто не играть хотя бы просто нормально? Самим же, наверное, не особо приятно играть настолько плохо. Поэтому, если я сыграл где-то плохо, или у меня в бою есть ошибка, я всегда спешу на стриме или в видосике сказать, что вот здесь я ошибся. В этом ничего нет страшного ошибиться. Страшно не исправить ошибку. Вот в чем вся соль. А молча просто играть с кучей ошибок это не очень. Лучше все исправлять и самому себе говорить, что вот здесь плохо, там плохо, надо все это переделывать, исправлять и работать над ошибками. А что касаемо этого боя, ну, в этом бою ты просто так и не придумал, куда себя деть. Все это время у вас была позиционка внизу, а на горе люди стояли, бодались от башни. Я бы скорее всего на твоем месте поехал бы уже очень давно с центра на гору и там бы помог продавить гору союзникам. В тот момент, когда враги были бы отвлечены или на перезарядке, я бы выезжал и дамажил их. Да, это было бы очень сложно, поскольку там в лоб-лоб стрельба, уровень боя такой, что семерки есть и это было бы очень сложно. Либо есть вариант попроще, можно было бы через центр заехать и тяжей на банане убивать. Но ты едешь вообще и не туда, и не туда. Тебя впереди встречает куча танков, и ты просто едешь вперед в перекрестный и стреляешь вот так вот не совсем удобно даже для самого тебя в Т-44. У тебя пол прицела было на стене, пол прицела на арте. То есть опять тебе повезло, и опять ты можешь поблагодарить картошечку, что снаряд не полетел в стену, а попал во рту. Здесь опять твоя стрельба, и ты загоняешь себя все глубже и глубже туда, где тебе вообще не нужно быть. И сейчас я все это время тянул до этого момента. Челленджер стоит и в жопу тебе стреляет. Ты вообще не реагируешь ни на выстрелы по жопе тебе, ни на карту. Челленджер как едет слева, вот по карте видно, вот челленджер слева. Я даже на паузу повернул, вот смотри. Челленджер слева. Он просто едет и тебе в задницу стреляет. У тебя нулевая реакция на это. Ты заехал в максимально перекрестную жопу. Тебя могут убивать с любой стороны, спереди, сбоку, с одного, с другого, с горы могут тебя убить, если захотят просто дырочку тут какую-нибудь найти и просто брать тебя и вот и убивать. То есть ты заехал в максимально плохое место для твоего танка и при этом у тебя на вот реплей все везде расписано, что вот даже зайду сейчас и прочитаю. Вот написано как в это играть вероятность победы в игре 0. Или вот еще ты реплей назвал. Рекордное количество поражений на созданном твинке. Вот у тебя реплей называется. И у тебя почти все такие вот реплеи, почти все не так называются. Но во всех этих поражениях виноват ты. Ты в них вообще не сделал ничего для победы. Эти бои слил именно ты. Итак, очередной бой. И опять же у тебя тут все голдовенькое такое, очень ненужное и бесполезное. Поскольку на таких уровнях решает не вот это вот все голдовое, а руки. И в этом бою будет очень интересный момент, показывающий твое и многих танкистов не хотение учиться прямо во время боя. Не знаю почему, но у танкистов отсутствует желание как-то развиваться прямо во время боя. И это видно даже по стрельбе. Стреляя танку в одно и то же место, бронированное и не пробивать, и дальше туда стрелять, ну, это как минимум странно смотрится со стороны, ведь понятно, что вот туда не пробивается, может туда не надо стрелять, но почему-то ничего не происходит. И в этом бою видно, что ты вроде бы приехал туда, куда обычно приезжают там статисты, не статисты, полу-статисты, просто такая дефолтная перевалочная позиция, чтобы посмотреть на карту и потом уже принять решение куда-то ехать. Ты увидел, что тут много союзников едет вперед, ну и поехал просто с ними. Хорошо. Теперь немножко, пока мы еще не доехали до этого момента, который будет интересный, расскажу такую вот историю. Почему у статистов и у таких игроков выше среднего высокий процент побед? Они тащат бои сами. Вот все. Они сами вытаскивают бои. Они хорошо стреляют, хорошо берут упреждения, разбираются в управлении, они знают куда стрелять врагам, как оборудовать танк, что нужно, что не нужно, что лишнее, куда ехать по тактике в бою, смотрят на карту, анализируют, они все делают в бою. Поэтому хорошие игроки в картошке это тот человек, который сам вытаскивает всю катку. А большинство танкистов, они играют плохо, и они что есть в бою, что нету, это просто набор хп у танка, который катается по карте от балды и все. Многие танкисты думают, видимо, как-то по-другому. Итак, мы поставили танк на гуслю, у нас быстрое, в принципе, КД, и тут начинается то, что наш герой стреляет Мчазеву просто в НЛД, хотя оно у него сверхбронированное, и в принципе у него корпус бронированный. Сейчас зачем-то стрельнул в гуслю, и что хочется сказать, люди стоят вдвоем, Мчазеву в НЛД стреляют. Два игрока на Т-34-85М, видимо, им обоим его дали в аренду на новых аккаунтах, это даже можно проверить, неадекват 2019, в принципе, я даже не буду проверять, по нику понятно. они стоят вдвоем в долбе от Мчазеву с 258 хп, у обоих, у них, у Т-34-85М практически полное хп, у Мчазева 258 хп, он стоит на гусле, просто возьмите вдвоем в борт слева заедьте и стрельните ему в бортину, просто вот, между башней и гуслей посередине стреляете, и он умирает. Это сложно? Нет. Они стоят вдвоем ему в корпус хуячат. Им вообще все равно, просто все равно, ну, левый Т-34-85М пробил там куда-то, нащупал место или голду подрубил, и хорошо, что арта добила его, а то это было еще надолго. Они стоят вдвоем, им вообще все равно, в плане того, что можно прямо во время боя обучаться, вот перед тобой танк, который ты не пробил. Можно было даже не стрелять туда, а просто посмотреть на маркер прицела, если он красненький, то ты 100% не пробьешь в то место, куда ты целишься. А если он оранжевенький, то шанс пробить такой, повезет не повезет. И только когда он зелененький, то ты пробьешь в то место, куда ты целишься. Ведь это же очевидно. Итак, у нас ситуация в бою такая, что здесь у нас три танка катаются, четыре, а на другом фланге все плохо, осталось пару союзников, и на них едет красное пятно врагов. Нужно поехать и занять хорошую позицию на базе, на балкончике, для того, чтобы светить, кемперить, убивать тех, кто едет, и помогать союзникам, пока они живы. Эти люди занимаются тем, что ничем в бою полезным не занимаются, и просто здесь стоят, а дальше поедут глубже в перекрестный и все сдохнут. В принципе, они все благополучно слили бой, поскольку выезжать в свету, в кучу танков, в перекрестное, вперед, в открытое поле, не имеет никакого смысла, тем более, когда база практически горит, и там все плохо, и союзники умирают, и сейчас уже и арту будут резать, наши супергерои на фланге занимаются сливанием боя, но они наверное думают, что судя по я не знаю, почему тут судить, они просто едут вперед, думают, что если убьют этот танк, то это решает бой. Он здесь стоит, он пытается выжить, его прикрывает куча танков, его прикрывает три арты, и еще ПТ-шка там какая-то где-то стреляет, все. Ну, убили его, дальше что, на базе уже режут арту, в нас стреляет барабан, в нас стреляет вся арта, и все, все ужасно. Мы каким-то образом здесь еще живем пока что, и сейчас поедем дефить базу, когда там уже все сдохли. По факту там уже нечего дефить, там уже все плохо. То есть у нас была скорость, мы ее не реализовали, поехали убивать танк, который не решает бой. он там просто выживает и вытягивает на себя под врагом. Опасный враг не тот, который стоит перед тобой, а тот, которого не видно, и он стоит где-то далеко и прикрывает, простреливает тот проезд, куда ты хочешь вылезти, пострелять в челика, который перед тобой. едем типа дефить базу, и здесь опять будет такой момент, что абсолютно не видишь карту. Уже пару секунд, как справа светится Т-34-85М, точнее просто Т-34-85, реакция на него нулевая, даже снаряд над головой пролетел, вообще похуй, даже дверь открыта. Ну и завершающий бой, в котором просто поедет человек в хорошую позицию, которая не предназначена для его танка, плюс еще союзников на том фланге нет, поэтому ехать туда было крайне нельзя, поэтому и получится сливчик. Ну а пока этот сливчик происходит, хочу такое вот рассказать. Не обижайтесь, кто играет плохо, я ничего против вас не имею, это просто лишний повод для вас посмотреть на эти ошибки и данному игроку, который сыграл все эти бои, тоже. Я надеюсь, ты никак не воспримешь негативно мое видео, потому что у меня нет цели кого-то оскорбить, у меня цель показать ошибки, где-то я с шуткой делаю, где-то я может немножко перегнул палку, похуй усосил, сори, но я пытаюсь донести лишь одно, что есть ошибки, я указал какие, показал как их исправить, у меня на канале много есть гайдиков, посмотри их, прислушайся к моим советам, научиться играть в картошку несложно, сложно начать исправлять свои ошибки, плюс еще в этом бою еще такое, что у меня есть подозрение, ты не знаешь, как бороться с картошкой физики, вот ты сейчас просто прямо едешь, иногда ворочаешь вроде влево вправо, пытаешься, но не знаю, с виду кажется, как будто бы ты не знаешь, как действительно нужно ехать по наклону у картошки, вот когда такой холмик наклонистый такой спуск, тем более со снегом, нужно короче танк ворочать влево вправо для того, чтобы он не падал, я на стримах по этому склону ездил миллион раз и было видно четко, что я танк влево вправо поворачиваю, пока танк находится в режиме поворота, так сказать, он не падает вниз, поэтому, чтобы не падать, а ехать по склону, когда танк наклонен сильно на одну бочину и хочет упасть, нужно поворачивать влево вправо, потому что во время поворота танк очень крепко держится за землю каким-то картошкиным образом и не падает, поэтому можно там чуть ли не верх ногами кататься, но это я, конечно, преувеличиваю вверх ногами, но можно очень сильно наклонять танк и ехать, поэтому нужно поворачивать танк немножко влево, вправо, так, не быстро, а так, чтобы именно в тот момент, когда танк поворачивает, он не падает, а то некоторые клацают быстро и в итоге все равно падают, или поворачивают слишком сильно и танк поворачивается настолько, что разворачивается и тоже падает, там нужно найти такую вот золотую середину и поворачивать так средне не сильно не слабо, ну а так по ошибкам этого игрока я думаю я все разобрал, стрельба, упреждения, уязимые зоны, карты не видит, вроде пытается ехать в то место, куда надо, ну как надо, позиции хорошие, не всегда вовремя он их занимает, плюс еще карту не видит, ну глобально все, я рассказал, нужно над этим работать, настроить мышку, научиться брать упреждения, научиться стрелять в уязвимые зоны и все будет намного лучше, плюс еще на карту смотреть и реагировать на нее, не просто реагировать, а так, чтобы ехать в то место, где необходима помощь команде. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, под этим видео не оскорбляйте данного игрока, не заставляйте мне никого банить, с вами был Варчик, играйте красиво, пока.